Саров открыл для себя пещеры совсем недавно. Их поисками в 80-е годы занялось историческое объединение. Подземные ходы со специальной аппаратуры искала Ленинградская геологическая экспедиция. Но на 5-6 метрах буровые машины сели. Почву пробить дальше так и не удалось, а алмазных буров не было. И вход в пещеры так и оставался неразгаданной загадкой. Но сдаваться никто даже и не думал. Тогда мы обратились к нашим жителям. В то время еще много было людей, которые были в этих подземельях. И начали ставить крестики, где этот ход может быть. И разбег был большой, поэтому мы не начинали работать. Но появился один человек, Лев Сергеевич Русин, который сказал, я был, я знаю, и я буду с вами копать. Раскопки продолжили после схода снега в апреле. Работы шли медленно с соблюдением всех правил техники безопасности. Вход снова не нашли, уперлись в бетонную стену. Уже было развернулись назад. И буквально через метр на глубине 9 метров почувствовали холод. Это были подземелья. Солнце уже село за горизонт, и было довольно темно. А копали мы сами, но тут интересно, у нас образовался коллектив. Ребята копают, а девушки наши приносят нам еду. Хлеб с икрой заморской и томатный сок. И до сих пор эта еда у нас считается нашим блюдом. На ночь ход зарыли. С утра, вооружившись шахтерскими фонарями, касками и веревками, уже готовились к спуску. Азарт нового открытия смешивался со страхом. Полезли вниз два человека – Алексей Недошивин и Анатолий Агапов. Мы зажгли свечку. Свечку зажгли, чтобы проверить, есть ли там кислород или нет. А то залезешь и можешь не вылезти. Сказали ребятам, что мы будем 10 минут проход у нас. Через 10 минут и ищите. А вот. Залезли. Поразило меня что? Что мы шли как по лунному грунту. Дальше долгое время подземный город был бесхозным. На вход вешали дверь, зарывали их. Но молодежь, которую так и манил, орел таинственности, окутавший эти места, такие ограничения нисколько не остановили. Зарыть находку удалось только на третий раз. Чтобы понять, увидеть, ощутить атмосферу этого места, достаточно провести здесь не больше 10 минут. Но что почувствует современный человек, который решится остаться тут на ночь? Анатолий Агапов вместе с Антоном Масловым все же решились проверить себя. Ощущения там, когда ты под землей, совершенно другие. Особенно, когда абсолютная темнота, и она уже действовала. То есть мы там легли спать как бы, то есть мы не сидели, не стояли. Туристы у нас все просто это. Проснулся, я посмотрел, и у меня такое ощущение было, что я вижу стенки серые. Вот. И надо сказать, что после вот этой ночи у меня немножко повернулось мировоззрение какое-то. Полная история подземного комплекса в нашей программе «Пешком по Сарову», выпуск 16. Субтитры сделал DimaTorzok